уже высохший готов будет уже склеил откосы оконные и были даже не зашпаклеваны решим попробуйте как она будет выглядеть все в общем приятно нравится же просто вот такая текстура вот нитки длинные кусочек бумаги нитки 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 белые пятна это вата этот раз сделал без ваты потому что с ватой очень трудно и долго рвать ее на маленькие кусочки с нитками вполне нормально без блесток попробовать блестки насколько будет нарезаем бумагу полосочки полосочки чем меньше тем лучше не трудно было миллиметров пять десять складываем и посмотрим дальше взбиваем насадкой для шпаклевки замоченную бумагу а а Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот такой насадкой для шпаклевки измельчается замоченная бумага до состояния такой кашицы Потом больше емкости Я порезал нитки, вот уже часть папье машины кинул Нитки Такими маленькими кусочками Хочу пробовать короткими волокнами Возможно будет легче наноситься масса за счет маленькой длины этих ниток Разный мой Какие есть Три цвета Причем плюс маленьких отрезков нитки Их не наматывает на насадку Были большие отрезки И бы так намотало и толку перемешивания было мало Вот у маленьких волокон такие плюсы Потом я хочу добавить клей Во-первых, попробуйте, как оно будет с клеем Насколько будет более вязкая масса Во-вторых, мне интересует Или не интересует А нравится защита от грибка Подстрахует, чтобы не приснилело Если будет где-то влажно Плохо продуваться по углам Как-то обычно на обоях За шкафом стояли, сняли обои И все равно грибокие На инструкции написано На инструкции написано, что нужно на 5 минут Подержать в воде и размешать Потом через 5-10 минут опять тоже самое сделать И не растворяться Но у меня так не получилось Я их замочил на ночь Масса более-менее однородная Можно добавить клей ПВА Но, насколько я знаю, ПВА В ПВА не добавляет присадки против грибка Колер На этот раз буду использовать сухой Хочу попробовать сухой колер Потому что водорастворимый Скажем, я наносил часть обоев После того, как они высохли Скажем, через день, через два Наношу на эту же стену Продолжаю носить обои И на границе Я потом выложу фотку На границе прихосновения сухих обоев и мокрых У меня получается более насыщенный цвет Из-за того, что в сухом Как бы есть Одна часть красителя И с водой Добавляется еще часть красителя Из новых обоев И на границе там концентрация красителя Чуть больше, чем в общей массе Блестки Продаются блестки уже Готовы для жидких обоев Глиттер Как называть? Глиттер Глиттер Можно порезать люрекс Дождик Но это долго, нудно Пробую сразу добавить блестки Потому что Многие говорят, кто использует блестки Без блесток оно Не такое нарядное получается На вид Попробуем В одной пачечке 10 грамм Да, в одной пачке 10 грамм Ну, сугубо могу Рецептуры Подробно нет Как вам нравится Больше блесток Меньше блесток Больше ниток Меньше ниток Конечно, если будет Много Ниток Не более нарядных Ну, и переборщить, я думаю Тоже будет не очень Получилось В итоге Сразу скажу, что масса Более Вязкая Похожа на Шпаклевку Я думаю, она должна намного Проще наноситься на стену Она тянется Возможно Это благодаря клею Даже Я почти уверен Что благодаря клею Ну, что он такой вязкий К тому же приносении Будет видно Когда бы вы подсохли Выяснили, что Очень Тусклый свет Вот это Не застывший Еще бы не высохший Мокрый Они еще мягкие Он таки не становится Когда высыхает То есть Из-за клея Он дает свою Березную Скорее всего Еще за Пигмент Цвет Становится Более тусклый Нам не понравился Цвет Такой более Выгоревший Второй еще Плохо перемешали Видно Скажем С одной стороны Ведра Взяли Более светлый Малый Попалый С другой стороны Более темный Когда темный Разница не видна Когда высыхает Разница Вот такая возникает Пятна Разноцветные Пришли к выводу Что нужно Добавлять Водорастворимый Пигмент Такой для Для Водоэмульсионки Пробовали Экспериментировали Коричневый Такой вот Каштам И Яскраво-золотистый Это Яскраво-золотистый Это Два Вместе Смешанные Это Каштан Думаю Что больше Будет устраивать Такой Вариант Поэтому Надо Снять Эти Обои Вернуть Их Опять В ведро И все Вместе Замешать С таким Желтеньким Красителем Здесь Рекомендуют Для Такого Легкого Цвета Около Повсугов Флакон На 10 литров В том Ведре Около 40 Около 3-4 Баллончиков Бутылочек Замешаем Посмотрим Как оно Будет Снять Жидкие Обои Сначала Размучить Пытаюсь Сдирать Крепко Сидят Поэтому Лучше Размучить Как здесь Уже Немножко Размок Был Неудачный Дубль Я Эти поливизаторы Размочил Они слазят Намного Намного Легче Для сравнения Как здесь Нужно Постараться И нитки Попортишь Да Бузники Распушиваются Здесь Только Два раза Прошелся Появилизатор Обычная Вода Размачиваем Может быть Немножко Времени Чтобы Эта Вода Сверху Впиталась Внутренние Слои Обоев Там Слой Около Миллиметра Может Колтора Ну Из Жидких Обоев Потому что Они Могут Скрывать Неровности Здесь Стены Не очень Ровные И Чтобы С этой Неровности Сглавить Жидкие Обои Прекрасно Подходят Потому что Побольше Есть воды Чтобы Показать Как она Будет Пробуем Уже Легче Если Так Еще Подождать Но Чистенький Еще Подождем Чтобы Она Хорошо Впиталась И Снимем Для Перекелки Вот Готовы Высохшие Обои Видно Блестки Блестки Конечно Хорошо Смотрится Понравилось Буду Еще С вечера Сыпать Желательно Вот Видно Нитки Как Два Ногтя Желательно Рез Короче Такие Маленькие Кусочки Легче Шпуклюются И Смотрится Аккуратнее Цвет Ниток Был Белый Розовый Зеленый Но Из-за Большого Кличества Красителя Чтобы Подровнять Цвет Они Впитали Часть Краски Не Сильно Видно Не Выделяется Текстура Такая Приятная Похожа На Камень Ракушняк Крымский Он Одесский Он Такой Светлый Желтый А крымский Коричневый Такой Камень Ракушняк В отличие Если Например Делать Такую Фактуру На Шпаклевкой То Если Нужно Потом Сдирать Переделывать Не понравилось Мало ли Мне в прихожей Была похожая Такая Текстура То Шпаклевку Там Проблематично Нужно Счесывать Наждачкой Это Долго Нудно А в обоях Текстура Такая же самая Мягкая Приятная На ощупь Шум и теплоизоляция И плюс Если не понравилось Стирается Быстро И легко Вот так вот Это Сейчас Два Часа дня При немном свете Смотрится